Всем привет! Сегодня вы узнаете, как повысить плодородие почвы на своем огороде с помощью подручных удобрений. Итак, начнем с основы. От плодородия почвы зависит напрямую урожай, который вы собираете. Если почва бедная и в ней не хватает органических материалов, то, конечно же, растения будут хуже развиваться и хуже давать урожай. Кроме того, любые биопрепараты, применение биопрепаратов в огороде, полезные микроорганизмы, которые в них содержатся, требуют питания. И без органических удобрений в почве, без органики, никакие микроорганизмы работать не будут. Даже если вы будете заливать весь огород триходермой, сеной палочкой, они могут и не работать, если им не хватает питания. Потому что это живые микроорганизмы. Им так же, как и растениям, людям, животным и так далее, необходимо хорошее питание. Понять, что почва бедная, можно по визуальным признакам. Если у вас почва серого цвета, вы видите, что растения плохо развиваются, вырастают мелкие корнеплоды, растения ощущают различные дефициты питания. Это уже говорит, что в почве чего-то не хватает. А если же почва темная, рассыпчатая и растения отлично развиваются, значит, почва богата органикой и у вас хорошее плодородие на грядках. Как же улучшить это плодородие, если нет, допустим, того же навоза? Ведь известно, что внесение навоза, улучшая структуру почвы, делает ее более легкой, рыхлой и плодородной. В этом случае помогут другие доступные органические удобрения. Причем они могут быть абсолютно бесплатными. Итак, первое удобрение, которое улучшит структуру почвы и сделает ее более плодородной, это компост. Компостная куча, либо компостная яма есть на каждом участке, даже на самом маленьком. Так вот, внесение компоста благотворно влияет на почвенную микрофлору. И в первую очередь нужно стремиться накормить именно полезных микроорганизмов, а не растения. А уже микроорганизмы в почве, полезные бактерии и грибы сделают питание доступным для растений. И в этом случае как раз-таки и помогает компост. Обычно хватает одного 10-литрового ведра перепревшего компоста под перекопку на метр квадратный. Заправляем компостом хорошенько грядку, и уже в следующем году посаженные растения будут гораздо лучше развиваться. И тем более, когда вы применяете биопрепараты, ту же триходерму в почву вносите, триходерма делает питание для растений более доступным. И еще важный момент, она уничтожает различные фитопатогены. Поэтому и растения будут лучше развиваться. Компост можно готовить различными способами. Самый доступный, надежный способ – это применение триходермы. Складируйте в компостную кучу любые растительные остатки, главное без семян, чтобы сорные семена туда не попали, и проливайте раствором триходермы. Несколько раз за сезон достаточно компостную кучу пролить, 2-3 раза хотя бы, и за полгода у вас уже будет рыхлый и рассыпчатый компост. Понять, готовый компост к применению или нет, можно по его структуре. Если компост напоминает по своей структуре рыхлый и рассыпчатый тор, значит он полностью готов к применению. Его можно спокойно вносить в грядки под перекопку, можно мульчировать приствольные круги плодовых деревьев на зиму, либо мульчировать клубнику также в осенний период. На маленьких участках бывает проблема с приготовлением компоста, потому что мало всякой растительной органики, мало ботвы, мало травы, поэтому можно применять и другие способы заправки почвы, обогащения ее органикой. Во-первых, в осенний период накапливается много опавшей листвы. Опавшую листву вы также можете забрасывать в компостные кучи, а можно непосредственно насыпать на грядки и заделывать в почву. Листья очень быстро разлагаются в почве, их поедают и дождевые черви, и различные бактерии, и уже к весне от листьев практически ничего не остается. Зато почва получает хорошую органическую заправку, и в следующем году на этих грядках будут отлично расти любые растения. И, конечно же, еще один способ, он самый популярный среди огородников, среди дачников, это применение сидоратов. Для улучшения оздоровления почвы существует множество различных сидоративных культур. Сидораты – это такие растения, которые быстро наращивают зеленую массу и оздоравливают почву. Очень хорошо засевать грядки после сбора урожая быстро растущими сидоратами. В осенний период можно еще спокойно сеять рапс, масляничную редьку, белую горчицу и фацелию. Эти культуры холодостойкие, и даже при небольших заморозках они продолжают свою вегетацию. И уже до момента поздней осени они наращивают хорошую зеленую массу. Перед цветением все это можно скосить, порубить лопатой и заделать в грядки. И получится также очень хорошая заправка органикой. Для тех, кто не хочет перекапывать грядки, предпочитает оставлять все как есть, не тревожить почву, это также допустимо в огороде, есть еще один способ. Сидораты скашиваем и оставляем на поверхности грядки. А сверху насыпаем еще дополнительно немножко перепревшего компоста. В этом компосте, если вы проливали, допустим, его триходермой, уже присутствует этот полезный гриб. Попадая на растительные остатки сверху, вот на эти сидораты скошенные, начинается процесс поедания этих растительных остатков. И уже к весне практически на грядке ничего не останется. Все переработается в такой рассыпчатый компост прямо на этой грядке. Весной вам не придется грядку копать. Можно ее немножко подрыхлить вилами, либо граблями и приступить к посеву семян. В принципе, такой способ, он наименее трудозатратный. Потому что осенью освобождается большая площадь на огороде, и приходится все копать. А при этом способе копать ничего не придется. Почва будет, вот благодаря этим сидоратам, благодаря внесенному стриходермой компосту, очень рыхлой и рассыпчатой, а также плодородной. Говоря о плодородии почвы, также нужно затронуть тему кислотности почвы, то есть pH почвы. Большинство огородных растений, которые мы высаживаем на грядках, предпочитают слабокислые почвы. Конечно же, есть исключения. Кто-то любит более щелочные, например, капусты либо чеснок, а кто-то любит и более кислые, например, та же клубника, которая растет на огороде. В зависимости от культуры нужно создавать почвенный баланс на огороде. И, допустим, если у вас почвы кислые, то многие культуры потребляют питание плохо. Кислая почва не дает полноценно усваиваться многим макро-микроэлементам. Поэтому измеряйте кислотность почвы. И если у вас почва кислая, вносите раскисляющие материалы. В осенний период можно вносить доломитовую муку, либо известь, можно еще и мел, кстати, под перекопку. Если этих материалов под рукой нет, можно использовать обычную древесную золу. Зола абсолютно бесплатное удобрение. И у кого она в достатке есть, ее также очень хорошо использовать в огороде. На очень кислых почвах проводится известкование раз в несколько лет. Вносится килограмм и даже больше доломитовой муки на метр квадратный. Но когда изменяется резко кислотность почвы, растения могут испытывать стресс. Поэтому я все же рекомендую вносить раскисляющие материалы, ту же золу и доломитовую муку, известь мел и так далее, что у вас под руками есть, в небольших количествах. Лучше вносить каждый год по чуть-чуть, допустим, грамм 200 на метр квадратный, чтобы почва постепенно раскислялась и растения не испытывали стресс. Также нужно учитывать, что раскисляющие материалы не всегда можно вносить с удобрениями. Допустим, если вы вносите свежий навоз под перекопку, там содержится много азота, то в щелочной среде весь этот азот будет улетучиваться. Поэтому нужно азотосодержащие удобрения, в том числе и минеральные удобрения, вносить раздельно. Поэтому если вам надо раскислить почву, то тогда осенью вы вносите под перекопку вот эти раскисляющие материалы, а уже органические материалы, допустим, тот же навоз, либо композ, либо минеральные, может быть, удобрения вы используете, азотные, их уже вносите в весенний период, чтобы азот не улетучивался. Для улучшения структуры почвы и повышения плодородия можно использовать также древесные остатки. И в первую очередь это опилки. Но с опилками нужно быть внимательным. Допустим, если вы используете опилки лиственных пород, например, опилки березовые, либо осиновые, вот эти древесные породы, они почву не закисляют. Но если вы используете опилки хвойных пород, сосновые, еловые, пихты, опилки и так далее, то эти опилки закисляют почву. Плюс в них содержится смолистое соединение, которое могут вредить растениям. Если, допустим, у вас под рукой только хвойные опилки, их лучше подержать немножко. Складировать где-то в небольшую кучку, пролить азотными удобрениями, чтобы опилки немного переработались, перегорели, станут такого серого цвета, и затем их уже можно использовать для внесения в огород. Даже опилки лиственных пород лучше использовать не в свежем виде. Также их проливать азотными удобрениями. Либо чтобы они полежали несколько лет в куче. Дело в том, что когда мы вносим свежие опилки в почву, они забирают из почвы очень много азота. И затем в следующем году растения могут ощущать дефицит этого элемента питания. Поэтому, если нужно срочно заправить почву, если опилки, пролейте их азотными удобрениями. Стакан любого азотного удобрения, например, мочевины, либо аммиачные селитры, на 10 литров воды проливаем из лейки опилки, оставляем примерно на месяц, можно даже и поменьше этот срок сократить, и затем уже спокойно вносим в почву. В свежем виде опилки можно вносить под ту же голубику. Например, мульчировать посадки голубики. Приствольные круги засыпать, либо рядами, если посажено у вас голубик, можно использовать вот эти опилки. Но, опять же, не забывайте, если вы замульчируете опилками голубику, кислотность только пойдет на пользу, но, опять же, они могут забирать азот. Поэтому немножечко увеличьте азотные подкормки в сезон. Осенью можете замульчировать опилками, а уже весной в сезон сделать азотную подкормку. Например, с сульфатом аммония подкормить голубику. И в этом случае никакого дисбаланса по азоту не будет. Что касается минеральных удобрений. Есть азотные удобрения, фосфорные, калийные с микроэлементами и так далее. Различные минеральные удобрения, они, естественно, повышают плодородие почвы. Растения получают необходимое питание, но полезные микроорганизмы практически от этого ничего не получают. Если вы вносите только минеральные удобрения, ежегодно не вносите никакой органики, все равно почва будет со временем обедняться, будет ухудшаться ее структура. И к тому же происходит постепенно засоление почвы. Минеральные удобрения все равно содержат небольшое количество соли и идет процесс засоления. Но если вы используете минеральные удобрения совместно с органическими, то такой проблемы не возникает. В этом случае, наоборот, они идут в пользу для урожая, для почвы. И не идет накопление солей в почву, не идет засоление. Поэтому совместно применять органические удобрения и минеральные рекомендовано. В разные периоды, естественно, азотные больше вносятся в весенний период, а калийно-фосфорные уже осенью, под перекопку грядок. Осенью растениям азот уже необходим лишь в малых количествах. И при чрезмерном внесении азотных удобрений в осенний период может начаться активная вегетация у растений. Например, у той же клубники, у плодовых, деревьев, у кустарников. Поэтому будьте внимательны. В осенний период сокращайте азотные подкормки. Все-таки калий и фосфор должны преобладать, чтобы растения готовились к наступлению холодов. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. А еще заходите в наши магазины про цветок. К осеннему сезону там широкий выбор различных саженцев, различных удобрений. Все, что нужно для сада и огорода. Спасибо за внимание и до новых встреч!